Здравствуйте, уважаемые подписчики и просто гости моего канала. Меня зовут Руслан. В этом видео я хотел бы с вами рассказать, чем интересуются клиенты во время установки, а именно одной такой очень важной для кого-то темой, для кого-то не очень важной, которая называется пермит, то есть разрешение на внесение изменения в конструкцию дома и прочие параметры, которые требуют разрешения от города. Вроде как ты же дом купил, ты купил дом, у тебя есть дом, или ты его арендуешь, и у него есть определенный хозяин, и что же делать-то? Я хочу что-то сделать. Я хочу что-то сделать, но просто так я это сделать не могу. Мне всегда необходимо разрешение, разрешение, которое называется пермит от Сити. И вот поговорим, нужен ли этот вообще пермит, для чего он нужен, почему его некоторые не берут, и некоторые берут. Сейчас я вам об этом расскажу. Дело в том, что по закону, в принципе, если тот или иной дом или административное здание, коммерческое здание, commercial или residential, оно подпадает под какие-то локальные коды. Соответственно, ты можешь построить, конечно, какой-то домик, и потом какой-то государственный чиновник или просто государственный инспектор будет приезжать мимо, или даже полицейский, и он тебе скажет, что за фигню ты построил. Окажется, что при строительстве ты нарушил какие-то кодексы, какие-то коды, стандарты. Ну и вообще, ты построил так, что нельзя посмотреть, что творится внутри твоих стен, внутри твоего, так скажем, бетона или так далее. Или построил ли ты конструкцию, сделал конструкцию дома там с металлическими прутьями, бетон и так далее. Или ты сделал проводку электричества правильно или неправильно, а уже все зашито, уже все зафинишировано, все же зашпаклевано, и уже никак не посмотришь. Что в этом случае происходит, если такое произойдет? Этот дом просто к чертовой бабушке снесут нафиг. Потому что скажут, что за херню ты построил. Если даже там будет все правильно, в принципе, если там будет все правильно, то 99,9% что его, скорее всего, все равно снесут. Потому что с архитектором города ничего не согласовано, никакая постройка. Если это даже будет remadeling, то есть изменение чего-то в доме, либо внесение изменений, к примеру, внесение HVAC новой, или просто изменение, то есть установка нового HVAC за место старого. Все это дело требует разрешения. Но иногда клиенты задаются вопросом, а что будет, если я сделаю свою установку без пермита? Что касается внесения изменений по HVAC, если это просто замена системы, то тут, наверное, можно как-то еще потерпеть. Можно сделать эту установку без пермита, поскольку ты меняешь апплиэнс на другой апплиэнс, и если контрактор более-менее соображает, и ты ему доверяешь, то, соответственно, можно сделать эту установку без пермита. Но для чего вообще нужен тогда этот пермит в этом случае? Дело в том, что пермит сам по себе, разрешение, он подразумевает собой, что изначально то изменение, которое вы вносите, оно будет согласовано городом, то есть они посмотрели, то, что планируемые изменения соответствуют локальным стандартам и кодам, и оно не нарушает, к примеру, если это мы говорим об HVAC, то, что не нарушает факторы шума именно того города, или то, что сосед, к примеру, через два дня после установки не будет жаловаться о том, что юнит, кондиционер соседа, сильно шумит. Они, соответственно, это все дело согласовывают, и только после этого контрактор может начать установку. Он установил, все хорошо, один день, два дня, без разницы, и назначается так называемый HERS-тест. HERS-тест – это Home Energy Efficiency Rating. И фишка такая, что этот HERS-тест рейтинг проверяет наличие утечек, если даже просто мы поменяли кондиционер, или просто заменили фернес, или просто заменили в аппаратер коилл, все равно нам всегда приходится делать этот тест. И тест этот делается совершенно другими людьми, другой компанией. У нас есть определенная компания, которую мы постоянно приглашаем. Там, по сути, один парень работает сам на себя, который делает эти HERS-тесты. Ну, так вот, назначили HERS-тест. Этот парень прислал мне отчет, то, что система работает хорошо, утечек в системе воздушных нету, либо они не превышают 5%, если это старая система, то количество утечек не должно превышать более 15%, если новая система, повторюсь, не должны превышать утечки более 5%. Старая система, там, 10-15 лет ей, не более 15%. Так что, получил я, значит, этот репорт, отчет по HERS-тесту, и назначаю день инспекции. День инспекции, в принципе, может быть, варьироваться в зависимости от города и в зависимости от занятости, так скажем, от сезонности. К примеру, летом довольно сложно запланировать, забукать инспекцию. Она может, к примеру, в городе Сан-Хосе до следующей инспекции можно попасть, к примеру, через 3-4 недели. А в другом любом городе можно попасть на следующую неделю или чуть ли не на следующий день. В Сан-Хосе это, конечно, самое сложное. Запланировать инспекцию с городом. И клиенты потом спрашивают. То есть я запланировал инспекцию, я им даю дату инспекции. Они меня спрашивают, а какое конкретное время инспектор придет? Я говорю, я не знаю, без понятия. Они потому что дают, как правило, к примеру, 10-е число и не называют никакого времени. Время только доступно, как правило, в этот же день оно узнается примерно в 8 утра. Оно доступно, либо вот в Сан-Хосе, к примеру, инспектор звонит в 7.30 утра мне и говорит, я буду на таком-то адресе сегодня в 10.30. С 10.30 до 12.30. И в этом-то и заключается весь геморрой. То, что какие-то города, каким-то городам, каким-то инспекторам требуется, чтобы был контрактор на месте установки, а некоторым городам абсолютно пофигу. Ты туда документы, этот херст-тест привез, пермит распечатанный привез. Все, им этого достаточно. К примеру, в Сан-Хосе ты помимо того, что привез херст-тест и прочие бумажки, ты должен еще привезти туда самого себя и быть с инспектором, чтобы он там тебе показывал, тебя вводил, так скажем, мордой по твоим косякам или по косякам парней, которые делали эту установку. Сейчас, по примеру, я уехал с города Сан-Ивэйл, вернее, с дома, где мы делали установку в городе Сан-Ивэйл. И здесь инспектор говорит, ну, с утра мне сказали, вернее, я сам позвонил, я спросил, когда будет инспектор. Они мне сказали, с 9 до 12-30. То есть я не буду ждать этого инспектора, я не буду его ждать там 3 с половиной часа, чтобы посмотреть, что он там за 5 минут посмотрит. Инспекция, в принципе, сама по себе занимает, ну, небольшое количество времени, к примеру, там от 5 минут до 20 минут, в зависимости там, что он там хочет посмотреть. В общем, это он все дело посмотрел. Посмотрел, к примеру, нашел какие-то, если проблемы, то необходимо эти проблемы исправить и необходимо сделать заново реинспекцию, то есть заскедулить снова инспекцию. Если мы эти косяки устранили, то следующая инспекция опять будет ровно где-то через месяц, через 3-4 недели, к сожалению. По крайней мере, в городе Сан-Хосе. Если это опять-таки другой город, то, ну, к примеру, близлежащий город, Санивэл, Купертино и так далее, может 2-3 дня, может следующая неделя. К чему я это все веду? К примеру, к примеру, клиент захотел сделать установку без инспекции. Что это с собой подразумевает? К примеру, мы приехали, все за один день сделали, мы сделали все абсолютно правильно, и клиент сказал, да, не надо никакую инспекцию, в принципе, он будет немного прав, потому что мы сделаем все правильно, и все будет четко. Да, бывает все четко, но, как говорится, человеческий фактор никогда никто не отменяет, и когда кто-то лучше проверит за тебя, то это всегда, конечно, хорошо, и можно будет, к примеру, в будущем, так скажем, избежать каких-то косяков. Это раз. Потому что бывает такое, что, к примеру, кто-то что-то там установил, а потом через год там что-то там сгорело, выгорело какую-нибудь запчасть именно, ну, внутри фернса или тому подобное. И, возможно, просто это связано было с некорректностью установки, что, в принципе, не часто бывает, но, тем не менее, бывает. Мы сами это конкретно видели несколько раз. К примеру, был такой случай, не на нашей практике, мне рассказывал Юра, если Юра смотрит это видео, тебе привет. Он, его позвали клиенты и говорит, почему-то валит какой-то дым из регистеров, именно оттуда, откуда тует воздух. Дело в том, что, видимо, когда делали год назад примерно эту установку, а система там абсолютно новая, год назад установку, и было там примерно 3-4 контрактора, чтобы понять, в чем проблема вообще, что происходит, что за фигня. Дело в том, что просто, когда делали установку, установщики допустили такую ошибку, которую, в принципе, даже инспектор никогда в жизни не заметит, поскольку он не вскрывает то, что уже сделано, и то, что зашито внутри фернеса. И так вот, упала просто деревяшка на хит-эксченджер. То есть, когда наступила зима, наступила зима, они включали фернес, фернес горелся, хит-эксченджер горелся там до 150-200 фаренгейт, и, соответственно, нагревал эту деревяшку, деревяшка начинала прогорать, и все, весь этот дым, весь, все эти искры валили в дом. То есть, его просто продувало, и, в общем, Юра вытащил там кусок доски, штакетника, который просто прогорел. Фух. Ну и что? После такого, конечно, просто надо менять чуть ли не всю систему. Благо там Юра сказал, что все было нормально с этим, и как бы дакты не пришлось менять, заменил он вроде там только фернес. Вот такие вот случаи бывают, которые, в принципе, даже не подвластны инспекторам, они этого никогда не заметят. Ну так вот, в любом случае, инспекция, эта штука важная, но, к примеру, если есть какое-то доверие контрактору, конкретно по таким вот вещам, хотя, в принципе, установка сама по себе вещь не дешевая, как правило, и потратить, к примеру, больше на тысячу долларов, которые включают в себя инспекцию, подготовку всяких вот таких вот документов, к примеру, мы два раза не прошли инспекцию у одного человека, и у нас, у меня, соответственно, здесь Building Inspection Notice, это по городу Сан-Хосе, два раза не прошли инспекцию, он, сперва, мы не смогли попасть в квартиру, но он не сделал, так скажем, замечание, то, что мы не смогли попасть в квартиру и не посмотрели, что внутри творится, ну и второе, когда уже попали в квартиру, этот инспектор не обнаружил Carbon Smoke Detector, и опять-таки, вот такие вот глупости, вроде как глупости, но тем не менее, он говорит, что Smoke Detector, в принципе, не является частью HVAC, но я не могу подписать то, что Inspection Past, поскольку в квартире не установлен этот Smoke Detector, я просто связался после этого с клиентом и попросил установить его этот Smoke Detector, просто обычный Smoke Detector, который двумя винтиками цепляется в потолок, он, соответственно, это сделал, я сделал, назначил реинспекцию, реинспекция, опять-таки, через там 3-4 недели, и сейчас вот я опять жду с этими бумажками эту реинспекцию. Вот такая вот петрушка происходит, вроде как 2 месяца назад, уже полтора месяца назад установили, сделали установку, было 2 попытки инспекции, и вот из-за такой вот фигни, вроде как, не проходим инспекцию, и постоянно периодически такое возникает, то, что какой-то небольшой косячок, и инспекция переносится. Но в этом принципе и конечно есть соль такова, что контрактор задрачивается настолько, что потом просто вот настолько делается все прецизионно, что просто уже докопаться не до чего. Просто инспектор потом приходит и говорит 1, 2, 3, 4, 5, 6, у него там 10-15 критических пунктов, на которые он очень сильно обращает внимание, к меру, какой ампераж фьюзов, которые установлены, потом есть ли там розетка снаружи на расстоянии 25 фит от AC юнита, и такие вот прочие параметры, которые в принципе на которые нужно обращать внимание установщикам, контракторам. Но скажу еще следующее, добавлю, что для контрактора в целом вот этот всякий геморрой с бумажками он конечно же не нужен по сути. По сути не нужен и когда клиент соглашается делать установку без пермита контрактор вообще very appreciated то есть очень благодарен когда клиент выбирает установку без инспекции соответственно это удешевляет всю саму установку и мы сделали установку и обо всем забыли установки которые с инспекциями могут тянуться то есть вроде все сделали и сделали херстест и так далее а инспекцию не можем пройти вот просто вот по таким вещам то смог alarm детектор то розетка не та то свитч не там установлен то ли там 3 10 4 вот такие всякие мелочи но как говорится если докапываться можно всегда найти до чего докопаться к примеру недавно я только нити установил брейкеры в электрической панели и там много других параметров которые докопался инспектор мы исправляли мы даже это исправляли так скажем один день ну там была большая стройка целый дом полностью ремоделинг соответственно пришлось там повозиться так скажем из-за своих косяков но мы такие так скажем проекты любим когда что-то большое и где нужно повозиться и в принципе мы беремся за это подразумевая то что нам придется попотеть там и возможно даже мы не будем сильно так в профите но по крайней мере поимеем много опыта так что вот так вот инспекция нужна для ичвака она нужна так скажем мое мнение нужна только в тех случаях когда именно идет что-то большое к примеру замена дактов и так далее чтобы инспектор полностью проверил ну и для клиента конечно инспекция и работа через разрешение через пермит говорит о том что после того как вся инспекция пройдена о том что контрактор заслуживает уважения если к примеру там с первого раза прошло прошла инспекция либо какие-то досяки нашлись но они такие незначительные вот то что инспекция пройдена то что контрактору можно доверять и конечно же этот клиент в последующем будет рекомендовать такого контрактора другим своим друзьям родственникам и тому подобное так что что я хотел этим сказать в общем пермиты штука нужная не понимаю почему в России не вводят такую систему когда к примеру строится дом ты сделал фундамент позвал инспектора он проверил его все хорошо написал так скажем то что инспекция пройдена затем сделал каркас из кирпича или просто из каркасника без разницы позвал инспектора все подписал все окей крышу подписал потом электрику проводку водоснабжение все подписал потом облицовка внешняя облицовка внутренняя все подписал крышу подписал все соответственно каждый этап зовется свой инспектор либо зовется какой-то там инспектор именно от разных таких вещей ну и в принципе конечно же все дело когда строится в принципе дом в США это предварительно все согласовывается с ситей поскольку если к примеру вы строите в хорошем районе какой-нибудь дом который просто не будет подходить по архитектурному стилю данной улицы вам скажут ну блин нельзя такой дом построить извини меня если ты его внезапно построишь к примеру за один месяц потому что в принципе за один месяц можно здесь построить все что угодно была бы земля потому что она ну она дорогая очень что немаловажно то есть ты быстренько все построил и тебе говорят извини меня друг сноси сноси мы такое дело не согласовывали так что вот так вот в принципе некоторые клиенты даже спрашивают а что будет если я сейчас установлю без инспекции а потом я и буду продавать дом и меня спросит а где же пермит ну в таких случаях дома продаются конечно как под понятием азиз и если есть там какие-то косяки которые мы в принципе часто видим и которые явно говорят то что данная установка была сделана без инспекции и все как бы на свой страх и риск клиенты это делают еще очень хотел добавить очень важную такую ремарку что сам пермит могут получить только два типа людей первое это хозяин то есть он купил дом и он в принципе может делать все что угодно с этим домом и второе то что может получить пермит только лайсенс контрактор то есть если он лайсенс контрактор если у вас нет лицензии на ведение той или иной деятельности к примеру у вас есть лайсенс на пламбинг вы хотите сделать фернес вам конечно же этот пермит никто не даст или же вы хотите сделать электрику и у вас и чувак лайсенс вам соответственно тоже никто не даст этот пермит ну хотя можно попробовать Поскольку некоторые города это тоже Все зависит от города Дадут ли вам этот пермит или нет К примеру чтобы строить Каркас Или фрейминг А у меня и чувак лицензия Мне на это денег не дадут И вернее пермит не дадут Денег то дадут Не проблема Так что Два типа людей которые могут взять Лицензии То есть вернее пермиты Хозяин может взять абсолютно на все что угодно То есть то ли на фрейминг Он может в принципе хозяин Дома сделать сам абсолютно все что угодно Но только после каждого все что он сделал Необходимо обязательно брать Ну в смысле Проходить проверку Чтобы инспектор опровел то что сделано Все правильно и то что он сделал Это не угрожает его жизни Так что Вот так вот Ну и а лайсенс контрактор может брать Только те пермиты Которые соответствуют роду его деятельности Если Это какой нибудь дженерал контрактор Он может брать какие то Пермиты Именно В принципе На какие то сабтрейды Насколько мне известно Только на два сабтрейда Или даже на три Но если он скажем Будет так вот И это делать И то и третье И четвертое И пятое Это уже будет большим вопросом Не пойти либо тебе куда нибудь Так что Вот так вот Работаем Засим все Соблюдайте Локальные стандарты Коды Очень Следите за их обновлениями Поскольку к примеру Часть кодов Часть каких то регламентов Во всех городах меняется Какие то Коды К примеру В Купертино Инспекции проходят намного проще Чем в городе Сан-Хосе Или в других городах В Сан-Хосе Инспектора Вообще Это самый дроч Самый дроч Дрочильный Так скажем Инспектора Так что